Снаряды времен Великой Отечественной нашли рабочие на 5-й улице Ямского поля. По предварительным данным, при ремонте тротуара обнаружили как минимум два ржавых боеприпаса. Место опасной находки оцепили. Там сейчас работает и наш корреспондент Ярослава Коценко. Ярослава, привет! Расскажи, пожалуйста, что говорят о находке специалисты? Да, привет! Мы работаем у главного входа в ВГТРК. Здесь действительно все оцеплено на данный момент. Ну и все оперативные службы на месте, в том числе сотрудники МЧС, сотрудники полиции. Я вот как раз-таки шла недавно по улице Правдами, у меня промчалась машина МЧС. Здесь все на месте, никого не подпускают. Движение перекрыто. В целом, на самом деле, все, кто здесь живет, работает, в частности, мы журналисты. Здесь очень много изданий расположено. Наблюдали за тем, что на этой улице проходили ремонтные работы, в том числе обновляли тротуар, но никто не подозревал, что здесь можно обнаружить такую опасную находку. Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли рабочие при ремонте как раз-таки тротуара. Ржавые боеприпасы уже отправили на утилизацию. И на 5-й улице Имского поля в районе дома 19-21 как раз-таки здесь все перекрыто. На данный момент движение транспорта на этом участке перекрыто. Общественный транспорт также осуществляет движение по измененному маршруту. Ну и Госавтоинспекция Москвы в свою очередь обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Ну и в целом, я думаю, здесь находиться не сильно безопасно. Здесь все раскопано и также заблокировано и движение, и для пешеходов. Поэтому будьте осторожны, лучше обходите этот участок. На данный момент у меня все. Мы здесь будем дальше находиться. Возможно, удастся с кем-то пообщаться. Ярослава, спасибо. Ярослава Коценко рассказала о найденных снарядах времен войны.